Что такое инновационная образовательная среда? Из чего она состоит и с какой целью создается? Ответы на эти вопросы прозвучали на семинаре о возможностях роботизированной платформы Гегель. Как утверждают разработчики, это качественно новый подход к образованию, где особой роли отводится умным машинам, роботам. Мы позиционируем это как пилотный проект, потому что нам даже не на кого опереться, нет такого мирового опыта. Мы такие, знаете, пионеры. И, конечно, мы ждем то, что будут энтузиасты, то, что поддержат проект, в первую очередь преподаватели. О возможном введении роботов в образовательный процесс в 4-й гимназии города Одинцова заговорили год назад. Жаркие дискуссии переросли в сотрудничество Управления образованием и Лаборатории перспективных психотехнологий. В ходе семинара педагогам Одинцовского района рассказали, что такое мехатроника, эмоциональный интеллект, раскрыли возможности современных роботов и познакомили с разработчиками. Один из них Андрей Золотоев, представитель компании «Байкал Роботикс». Участники семинара могли задать вопрос ему лично с помощью прямой связи с Иркутском. Проектировщик утверждает, что роботы в России – это только развлечение промышленной модели, доступной за рубежом. Бывают обращения, когда требуют сделать какого-то робота, буквально недавно требовалось сделать робота, который погружает в емкости цистерны нефтепродуктов и который там вымывает остатки шлама. Там очень такая специфика, что в роботе не должно быть электрических частей, то есть не должно быть электромоторов, не должно быть ничего электрического, что не может быть возгорания. Но там крайне сложный робот, нам показали его аналог, который делается где-то. Вот такой робот стоит 120 миллионов, оказывается. Конечно, мы такого робота потянуть на данном этапе развития не можем. И все-таки образование. По мнению российских проектировщиков, предлагающих к реализации систему Гигель, робот может стать отличным помощником в обучении детей. Это универсал, обладающий знаниями в разных сферах и умеющий применить их в нужный момент. Можно. Предположить, что робот – учитель будущего, да. Нет ли здесь подвоха? Вот об этом сегодня будет идти речь. Это спорный вопрос. У нас год назад уже проводился семинар. В нем участвовали родители, дети, ученики. И вы знаете, была такая оживленная дискуссия, нужны ли нам вообще роботы. Потому что робот, по сути дела, способен заменить любое действие человека. Робот – учитель, репетитор, помощник и даже социальный педагог. В мире уже презентован робот, который с успехом работает с детьми-аутистами. Разработчики утверждают, что такие посредники снижают психологический дискомфорт и позволяют ребенку раскрыться. Создатели интеллектуальной образовательной платформы «Гегель» уверены, что ее внедрение будет способствовать гармоничному развитию гуманитарного и технического мышления школьников. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова